Захват Крыма готовился задолго до 2014 года. Об этом заявил спикер парламента Андрей Порубий в суде по делу о госизмене Януковича. Сегодня там допросили трех свидетелей, о чем они рассказали в материале Игоря Левенка. Допрос спикера продолжался почти два часа. С февраля 2014 Андрей Порубий был секретарем СНБО. И по его словам, захват украинских территорий Россия готовила с 2012 года. И ему известно, что в Крыму и еще в семи областях создавались пророссийские военизированные формирования, которые в нужный момент должны были захватить власть в регионах. А стратегическим планом Москвы было присоединение юго-восточных областей к России и создание коридора до Приднестровья. Янукович, по словам Порубия, всячески способствовал воплощению этих замыслов. Захватывание министерских администраций, захватывание министерских органов владельцев и, соответственно, подготовки к обедению российских войск. Сторона вынуждения полностью задовольна показаниями данного свидетеля, который подтвердил, что вынужденный Янукович скурил государственную зраду. Еще один свидетель на слушаниях Дмитрий Кушнирух, который тогда являлся сотрудником украинского представительства в ООН. Он рассказал, что письмо Януковича к Путину с просьбой ввести войска в Украину было зарегистрировано как официальный документ в секретариате ООН. Текст обращения получили все члены Совбеза. И с помощью этого документа российская делегация пыталась оправдать свою агрессию в Украине. В системе ООН документы номер 146 есть с письмом САИ, то и другие, значит, что в системе ООН возьмем официальным документом то и письмом САИ. А вот бывший председатель Совета министров Крыма Анатолий Могилев убежден, обращение к Путину беглый президент написал не по своей воле. Хотя в своих показаниях свидетель со стороны защиты согласился. Россия тем самым хотела хоть как-то узаконить свои действия на полуострове. В ночь 26-го на 27-е, около 4-го утра, ко мне позвонил в дежурный по главу милиции и сказал о том, что неизвестными милициями захвачены здания Верховного Совета и Совмена Крыма. При этом находившись там в милиционерной охране, они были удалены из этих помещений. Соружья вместе все люди подпаскивали. Могилев сообщил, что ему известны все детали захвата здания правительства автономии. Его произвели профессиональные военные. Завтра на суде планируют допросить главу Меджлиса Рефата Чубарова и двух охранников Виктора Януковича. Игорь Левинок, Алексей Шматов. Подробности телеканал Интер.